После Второй мировой войны Москва всерьёз готовилась к новой угрозе – отражению вероятной атаки Североатлантического блока. В сентябре 1954-го Советский Союз впервые применил на общевойсковых учениях ядерное оружие. Цель состояла в том, чтобы опытным путём проверить состояние ли войска перенести ядерную атаку и сохранить при этом боеспособность. В тот день над Оренбургской степью прогремел ядерный взрыв. В атомном облаке сквозь горящие леса и деревни в учебную атаку ринулись десятки тысяч военных. Нанося удары по земным объектам, ядерный грипп пересекала и авиация. И последствия не заставили себя долго ждать. Привет, друзья, вы на канале Эрудит, и в этом выпуске вы узнаете про сверхсекретную операцию Снежок, а также как в СССР проверяли, есть ли жизнь после ядерной атаки. Итак, поехали. Военная угроза 50-х не была надуманной, и ещё летом 1945-го британский премьер Черчилль подумывал вторгнуться в СССР, застопорившись только стараниями собственных военных аналитиков. Но уже очень скоро замаячила перспектива новой войны, ядерной. И если США испытывали свои бомбы на японской территории, убивая население Хиросимы и Нагасаки, то СССР провёл ядерное испытание на своей земле. Для этих целей был выбран Тотский военный полигон в Оренбургской области. Место тактических учений под кодовым именем Снежок походило на ландшафт Западной Европы, как наиболее вероятного места старта Третьей мировой. Суть состояла в изучении возможностей прорыва вражеской обороны после использования ядерного оружия. Материалы тех учений всё ещё засекречены, а вся информация от имени очевидцев и участников. В момент тщательной подготовки к эксперименту ни участники Тотских событий, ни жители близлежащих полигону посёлков не понимали, каким последствиям могут привести те испытания. Со всех военных брали подписку о неразглашении гостайны на 25 лет. Инициировали эксперимент Борис Ванников, руководящий программой производства ядерного оружия, и маршал Василевский, первый замминистра обороны СССР. Узнать о последствиях ядерного удара на практике жаждало и высшее руководство страны. Подготовка к Снежку длилась несколько месяцев. Для участия в учениях отобрали около 45 тысяч военнослужащих. К концу лета 1954 огромный участок испещрили тысячи километров окопов и противотанковых рвов. Были возведены сотни дотов и блиндажей. Незадолго до старта офицеров пригласили на показ секретного фильма о воздействии ядерного оружия. Тогда же представитель КГБ и довёл до военных, что им выпала великая честь действовать в реальных условиях ядерного удара. Наконец стало понятно, зачем окопы с блиндажами накрывались брёвнами в несколько слоёв и тщательно обмазывались жёлтой глиной. Жителям близлежащих деревень в 5-6 километрах от предполагаемого эпицентра взрыва предложили временно эвакуироваться от места учений. Их вывозили войска, а за весь период учений платили суточные. Участник событий подполковник Даниленко рассказывал, как в дубовой роще нанесли известью Белый Крест 100 на 100 метров. На этой метке и тренировались лётчики. Всем располагавшимся вокруг войскам предписывалось находиться в укрытиях во избежание действия ударной волны в радиусе от 5 до 7 километров. Высокие чины начали прибывать к эпицентру событий за трое суток до старта снежка. В ТОЦК пожаловали маршалы Василёвский, Конев, Рокоссовский, Малиновский, министры обороны из дружественных стран, генералы Спыхальский, Свобода, маршалы Джуде и Пен Духуай. За сутки в ТОЦКе появился Хрущёв. Ответственным за учения назначили маршала Жукова. Вокруг места будущего взрыва расставили боевую технику – самолёты, танки, бронетранспортеры. Рядом вместо пехоты привязали овец – собак, лошадей, телят, планируя изучить воздействие атома на живых существ. Параллельно планировалось выявить влияние того или иного рельефа растительного покрова на траекторию распространения ядерной волны и проникающей радиации. Ядерную бомбу сбросили на полигон 14 сентября 1954 года в 9.30 утра. Заряд мощности 40 килотонн разорвался в 350 метрах над землёй. Эта сила полностью уничтожила в эпицентре скот, сожгла дома в четырёх ближайших посёлках и выжгла глаза домашним животным в радиусе до 7 километров. В 25 километрах из окон вылетели стёкла. Высокие гости и командование наблюдали за взрывом с командного пункта в 15 километрах от эпицентра. Участник учений-срочник погребной спустя десятки лет вспоминал, что в тот момент лежался со служивцами в траншее в 5 километрах от креста. Тогда о радиации думали меньше всего, опасаясь лишь удароволны. Защитное обмундирование состояло из плащ-палатки и противогаза. Погребной признавался, что взрыв страшнейшей силы будто похоронил их заживо. Спустя 40 минут военные получили приказ имитировать атаку. Условного врага сначала теснила мотострелковая дивизия, а следом колоннами через полигон пошли и остальные войска. Заражённой пылью надышались все без исключения пехота, танкисты, связисты, врачи. Пройдя эпицентр, солдаты выполнили приказ снять противогазы, а находившаяся в воздухе авиация пересечь ножку атомного гриба. 17 сентября на стол главе страны лёг рапорт об успешном проведении операции «Снежок». Срочники отбыли в родные части, предоставив подписку о неразглашении на 25 лет. Признаваться врачам в возможных причинах своих недугов они не имели права, даже умирая. Спустя 6 часов после окончания учений приступили к мытью техники. Солдаты прошли спецобработку. Удачным стечением погодных обстоятельств ядерное облако ушло в сторону, где полностью отсутствовали поселения. Учёные взялись за изучение воздействия радиации. Бригада Леонида погребного отбирала на полигоне хоть как-то уцелевших животных, отправляя их в Москву. Из девяти членов группы восемь вскоре умерли, а сам погребной всю оставшуюся жизнь мучился бесконтрольными головными болями. Исследования 1991-1994 годов подтверждали, что радиация в районе Тотского полигона на тот момент приравнивалась к естественному фону, а процент онкологических заболеваний среди местного населения не превышал среднестатистического по области, но реальная статистика неизвестна по сей день. А на этом у меня всё, друзья. Надеюсь, ролик вам понравился, обязательно им делитесь и пишите комментарии. До скорого!